Уж если мы разобрали доказательства Лагранжа, теоремы Ферма-Эйлера, то имеет смысл разобрать еще одно доказательство. Оно тоже при помощи, в принципе, перегрева. Давайте сделаем так. Возьмем корень из Q. Пусть Q – простое число. А квадрат плюс один делится на Q. Ну, например, А – это просто 2 из материалов, где Q – это 4 плюс один. Рассмотрим такой тропик. А разделить на Q – это кси. И сейчас будет классическое использование принципа Лагранжа. Рассмотрим числа 0, кси, 2 кси и так далее, k кси. Здесь k – это целая часть корня из всего. К плюс одно число. Давайте от каждого из этих чисел возьмем пробную число. Ну, удобно, здесь от 0 и так, но и так, а от других это может оказаться интересно. В таком случае, на отрезке от 0 до 1 у нас есть k плюс одно число. Хорошо. А давайте отрезок тоже разобьем на k плюс одну часть. То есть, от 1 к плюс первое, 2 к плюс первое и так далее, и так далее, k плюс одна, k плюс первое. И посмотрим, где расположены эти числа. Ну, 0, конечно, расположен здесь. Это замечательно. А вот все остальные числа не могут попасть на конец отрезка. Почему? Потому что у них знаменатель равен k, простое число. А число k меньше, чем k плюс один, тоже меньше, чем он. Поэтому наши вот эти вот числа, дробная часть кси, дробная часть двухкси, дробная часть кокси, они расположены где-то вот на этих отрезках. Чисел в точности k плюс одно отрезков k плюс один. Знаете, наверное, даже лучше представлять себе, что 0 до 1 это одно и то же. Представьте себе, что у нас сейчас окружность, которая разбита на кактус одну дугу одной и той же длины. Склейте 0 и 1. Так, наверное, будет понятнее. И вот в одном месте у нас 0 есть, все замечательно. А в остальных местах они просто как-то так вот расположены. Господа, я утверждаю, что найдутся два из этих чисел, расстояние между которыми меньше, расстояние между цветов по окружности, меньше, чем единица, отделенная на кактус один. Почему? Потому что если у нас на эту дугу попадет число, то все, меньше, чем одна кактус первая. Если на эту дугу попадет, тоже меньше, чем одна кактус первая. Значит, вот эти две дуги должны быть свободными. Замечательно. Осталось сколько? К-1-2 дуги. Остались К-1 дуга. К-1 дуга. А чисел осталось К-1. Значит, какие-то два из них попадут на одну дугу. Вот и принцип деревья. Точно понятно? Замечательно. А что это означает? Это означает, что есть число вида А-ПСИ и число вида Б-ПСИ при этом А больше или равно нуля, меньше, чем Б, а Б больше, чем К-1 дробные части которых отличаются меньше, чем на одну как успех. Отлично. Это означает, что если вы возьмете разность самих чисел, так, ну, смотрите, при этом вот я учитываю, что когда он у меня попадает на последний отрезок, то я буду брать разность с этим числом, да, вот я про эти люди сказал. когда я возьму разность, то получится какое-то там С-ПСИ, которое отличается от целого числа меньше, чем на одну каплю первую. Все пишу. С-ПСИ минус какое-то целое число меньше, чем одна К-1 первая. Очень хорошо. Теперь нужно вспомнить, что же такое было С. Это было у нас А разделить на У. Пишем С-А минус Д-Ку меньше, это я умножил на полу две части, чем К-1 первых. То есть меньше, чем корень из Ку. И напоминаю, что С у нас тоже не больше, чем К, а значит меньше, чем корень из Ку. Наверное, уже все поняли, о чем мы сговорим. Вот есть такое число, есть такое число, оба меньше, чем корень из Ку. Что я сейчас скорее всего сделаю? В квадратах все это, правда? И сложно. Совершенно непонятно, почему должно что-то получиться, но вот оно, что С больше нуля. это третьим обозначим из Ку. Поэтому это число больше нуля. Это меньше, чем Ку, это меньше, чем Ку, поэтому это меньше, чем 2 Ку. Но смотрите, это число делится на Ку. Почему? А что здесь есть Ку? Значит, его можно не писать при изучении делимости на Ку. А когда СА возводишь в квадрат и прибавляешь к этому С в квадрате, то получается С в квадрате умножить на А в квадрате плюс 1. А вы помните, что А в квадрате как раз плюс 1 и единица на это делится. Вот вам такое доказательство. На первый взгляд не очень понятно как все это работает, почему все так. Правда же на последний момент было непонятно, что у нас получится или нет? Вот когда я здесь писал про эти числа, ведь было же непонятно, зачем все это приближал к какой-то там рассматривали, делил на каплю с одной части. Непонятно. Хорошо.